Доброго времени суток, дорогие друзья. Итак, у нас с вами начинается тема хэллоуина. Я тут подготовила такую хорошую стопочку всего, чего можно и нельзя. Это выглядит примерно так. Давайте быстро это сделаем. Кто со мной вдохновил, вы знаете, что у меня макияж очень незатейливое и быстрое. Собственно говоря, я это и хочу вам тоже продемонстрировать. То есть, основная суть вот этих всех роликов состоит в том, что мы с вами перевоплощаемся. То есть, сначала мы идем с вами на банкет, на работу. А потом двигаемся на вечеринку. И, соответственно, все мои макияжи будут с трансформирующим эффектом. Значит, губы теоретически можно оставлять такими. Можно бледнить, если у вас они более яркие. У меня на лице еще со вчерашнего вечера остался вот такой вот крем. Я сейчас, когда умывалась, почувствовала, что такая пленочка присутствует. Значит, я возьму сияющие тени вот такого вот плана. И наношу их в уголочек глаза. К сожалению, на паузу поставить не могу, потому что снимаю на основную камеру. Для того, чтобы всем было лучше видно, делаю внутренний уголок глаза. На нижнюю часть, в принципе, тоже можно. Должно получиться что-то интересное. Скажем так, вчера, когда я жаркие новости скидывала, да, меня прям накрыло, но сишка мне не дала до конца осознать, каким образом это все будет. Я очень надеюсь, что у меня все получится. Следующий цвет по цветности, скажем так, который у вас есть в палетке, у меня это такой вот светло-бежевый. Опять же, его можно чуть-чуть подсветить снизу. Или вот эту вот часть, где у нас будет стрелка. Их можно использовать в качестве хайлайтера. Видите, по того. Вот так. Следующим элементом будет... Угодайте, что. Стрелка. Сейчас попробую на ползу поставить. Так. Значит, у меня вот такие вот от Ралуи такая подводка. Теперь смотрите, как это получится. Делаем от третьего глаза, как обычно у нас идет. То есть, таким образом у нас получается, видите, дневной макияж. Аккуратно, очень мило, ничего лишнего. Добавляем к этому тушь. Сейчас надо ускоряться, слушайте. Восемь часов утра просто. Я еще с заспанными глазами. Но я надеюсь, вам все будет хорошо видно. Увидела вчера необычные эффекты этой туши. Сейчас вам покажу. Оказывается, если ее практически сразу наносить второй слой, или там через какое-то время, она еще сильнее подкручивает. Вот такая вот у меня корсет сейчас. Ну и смотрите, кто как любит, да, вы можете идти с бальзамом на губах. Вы можете идти с вот такой вот помадой. То есть, если вы используете в обычной жизни, там, тональники, вот это все, то такая история про вас. Я знаю, что такие девчонки, у них очень часто такие вот прям нюдо-нюдо встречаются. А вот, и получается, что у вас, если что, это пинап 24 номер. Что у вас получается ровная, там, светлая какая-то кожа, вы можете более выбеленной взять его, да, тот тон. И у вас губы практически сливаются с этим тоном. Ну, такое забавное наблюдение, но это будет так. Значит, вот таким у нас выглядит макияж, который у нас дневной. Теперь мы его трансформируем в ведьмовской. Значит, один вариант помады я вам уже показала. Сейчас покажу второй, пока она будет усушку-утруску делать. Прямо поверху, потому что хочу сократить ваше время на просмотр. И вот такая вот вельветовая. Она застывает на губах. И на какую бы тематическую вечеринку вы ни пошли, она... Слушайте, а вот сейчас осенью она даже очень хорошо смотрится. Но у меня и так губы бледные, и мне такие цвета, конечно, лучше не использовать. Это у нас теоретически 0,9 цвет. Это становится вот так. Кому-то этого будет достаточно, а кому-то захочется большего. Тогда мы берем с собой в сумочку на работу не только помаду какую-то, да, но еще и подводку. И можно взять заодно с собой тушь. Берем. И те стрелки, которые у нас есть, их модернизируем. Смотрите. От центра глаза выше. От середины того, что нарисовали, выше. То, что у нас было, продлеваем. То, что у нас есть, еще. Делаем Такой, как, видите. То есть, можно сделать такой, как цветок. Можно сделать только на одном глазе. Это будет выглядеть так. На одном глазу. Можно сделать на обоях. Я попробую, чтобы было симметрично. От центра глаза выше. Выше. Продлеваем. В принципе, так как это все-таки весьма, можно сделать немножко разные глаза. Видите, как у меня получалось. И теперь добавляем шарма тушью. Борюсь со своим носом. Второй слой наносим туши. Это для тех, кто не накладывает ресницы, как я. Так, и теперь смотрите. Так вот. Поставили. И как будто они у вас отпечатались этой же самой тушью. Думала, что это будет более равномерно. Нанесено. Сейчас попробуем с другой стороны так же. И риск очень-очень получается в процессе. Но пока что мы ее не пустим. Так. Так. помада уселась это может быть так и это может быть так с очень интересным эффектом помада одна становится как бы темнее сейчас рисочка я тебя хвощу подожди можно сделать вот так как вам преображение напишите что вы об этом думаете подписывайтесь на канал и ставьте лайки а я погнала за следующим макияжем а кстати в следующих видео вы увидите какой наряд и к этому подобрала и какую сделала причёску так что не пропустить пока